Тема демпфер-масс не новая, но хочу продемонстрировать научную составляющую этой технической идеи. В 2005-2006 годах в гоночной серии Формула-1 инженеры команды Рено использовали в конструкции автомобиля так называемый демпфер-масс. Это устройство уменьшало вертикальное колебание корпуса, тем самым стабилизируя воздушный поток, проходящий через аэродинамические элементы. Два устройства располагались в передней и задней частях автомобиля. Они имели разную конструкцию. Рассмотрим упрощенную модель демпфера-масс, расположенного в передней части автомобиля. На рисунке показаны две модели с демпфером и без него. Есть дорога с единственной неровностью. Автомобиль имеет массу М, жесткость подвески С, масса демпфера М нулевое, жесткость пружины С нулевое. Для двух случаев можно записать следующие системы дифференциальных и алгебраических уравнений. Здесь ФС и ФС нулевое – это сила деформации пружин. ХМ и Х нулевое – перемещение масс. G – ускорение свободного падения. ХД – функция микропрофиля дороги. Из системы уравнений можно определить вертикальное ускорение – ХМ с двумя точками и Х нулевое с двумя точками. А затем интегрировать с определением скорости и перемещения. Эти системы уравнений можно решить численным методом. Задаем исходные данные и определяем амплитуду вертикальных колебаний массы М. Смотрим графики. Здесь есть микропрофиль дороги с одной неровностью. Вертикальное перемещение массы демпфера. Вертикальное перемещение автомобиля с и без демпфера. В примере масса демпфера составляет 10% от массы автомобиля. Амплитуда колебаний автомобиля при этом уменьшена на 18% в случае применения демпфера. Решил вернуться к этой теме прошлых лет после изучения книги «Динамические расчеты машин и механизмов», в которой есть глава 8 «Антивибраторы», начинающаяся на странице 225. В ней как раз описываются теоретические основы конструкции, примененные в автомобилях Renault R25 и R26. Интересно, что книга опубликована аж в 1961 году. А идеи, известные в середине прошлого века, с успехом применены в начале этого. И еще теория показывает, что при воздействии возмущающей силы с заданной частотой, можно подобрать массу демпфера и жесткость пружины такие, что колебания основной массы будут отсутствовать вовсе. Добавление трения в устройство делает его еще более эффективным. Этот пример показывает, что многие технические системы уже созданы до нас. Продолжение следует...